Если вы хотите, поучаствуйте в этом магическом шоу. Пять человек, которым я в следующем видео погадаю с помощью своих магических приложений. Троньте золотара и он покажет вам. Всем привет, ребята! С вами я, Ирина Ясинская. А значит, новый день и новые улыбки. Друзья, популярные видеоблогеры всегда и часто говорят о том, что нужно быть самим собой. И сейчас я немножечко расскажу одну предысторию, вы поймете, к чему я веду. Дело в том, что с самого детства я верю в волшебство. И я обожаю всякие такие чудеса. И когда я училась в школе, я очень любила сериал «Зачарованы». Где, знаете, они замораживали демонов или там волшебной палочкой что-то творили. Я обожаю фильмы Гарри Поттера и разные фэнтези. Все это я очень-очень сильно люблю. И поэтому, наверное, в какой-то части я стала видеоблогером, потому что мне очень нравится вот этот сказочный монтаж. Я могу сделать различный фокус и волшебство, но еще более мне нравилось изучать какие-то вот эти магические, таинственные заклинания. Я не люблю черную магию. Я люблю, как творить чудеса. Больше как вот в Золушке, Фея Крестная. Вот что-то такое, наверное. И я решила попробовать. Есть куча приложений различных, которые позволяют заглянуть, как они говорят, то есть изобретатели этих приложений, заглянуть в будущее и дать какой-то совет, что-то типа гороскопа или шар желаний. И сегодня я бы вместе с вами хотела потестировать эти приложения на себе. Ну а если вам понравится, какие предсказания эти приложения делают для меня, я с удовольствием сделаю предсказания и для вас. Если вы хотите поучаствовать в этом, так сказать, магическом шоу, то подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании, или вот здесь, и кидайте свои запросы мне в директ, и я рандомно выберу пять человек, которым я в следующем видео погадаю с помощью своих магических приложений. Ну а сегодня мы будем угадать мне. Итак, давайте же посмотрим, что у нас тут есть интересненькое. Вчера я накопала очень много разных приложений. Приложение «Волшебный хрустальный шар». Троньте из алтара, и он покажет вам твои талии. Ну что, вы готовы? Итак, что-то происходит, что-то происходит. Помоги своим близким, не дожидаясь их просьб. Вы понимаете? Мне нужно помочь своим близким людям, не дожидаясь, пока они этого попросят. Интересно, кому же это мне надо помочь? Ну, если бы я смогла чем-то помочь, я бы помогла, но так как у меня самой нет ничего, и помочь я, скорее всего, ничем и не могу, если только могу что-то посоветовать или поддержать, надо будет позвонить. Еще раз нажмем на магический шар, что он нам скажет в этот раз. Непреклонный в дружбе, ты требуешь абсолютной честности в отношении себя и завязываешь связи только с теми людьми, которым доверяешь. Конечно, я завязываю связи только с теми людьми, которым я доверяю, потому что в моей жизни, ребята, меня очень много обманывали, подставляли, и на моем пути встречались и всякие разные, как их называют-то, мошенники. Очень часто встречались я такая доверчивой, поэтому сейчас я перестала быть такой доверчивой, вернее, я стараюсь быть не такой доверчивой, но мне все-таки хочется доверять людям. И вам, моим подписчикам, я, конечно, доверяю, потому что я вас люблю. Давайте еще разочек спросим о будущем, о моем. Там, по-моему, три раза можно. Теперь тебе остается только сожалеть о том, что не призналась в любви. Кому? Может быть, я сожалею о том, что я так мало признаюсь в любви вам? И надо это справить, я очень-очень сильно люблю вас. Итак, вот такое приложение мы протестировали, и еще одно приложение, это будет гадание на Таро. Друзья, именно вот этим гаданием я бы хотела поиграть, как бы, с вами, потому что, ну, я не думаю, что стоит прям вот на 100% верить тому, что скажут эти карты, потому что, ну, это просто, знаете, как, ну, я не знаю, у меня были и пасьянцы, и карты, и я гадала, и очень жалко, что я их все растеряла, потому что они были клевые. И очень много было, как бы, совпадений, и, ну, мне нравилось просто это, даже я не верила там на 100%, ну, просто было прикольно узнать, как бы, свою судьбу и совместить это с настоящими событиями, вот. Поэтому, если вам тоже это интересно, говорю в Инстаграм, в Директ пишите свои запросы, я выберу пятерых человек, которым в следующем видео погадаю. Если, конечно, будет вообще интересно то, что я сейчас делаю, потому что это экспериментал, такого нет на Ютубе, наверное, никто не гадает, ну, я же гадаю не за деньги, а просто, ну, как бы, ради интереса, это как игра, поэтому сейчас я буду себя гадать. Есть тут такое вот гадание, карта дня, три тайны, Марсельский крест, личность, пирамида и взаимность. То есть, я буду вытягивать карту дня, и карта дня, это значит то, что в этот день, то, что у меня будет. Эта карта мне предскажет, и давайте сейчас я сосредоточусь, нажимаю карта дня и открываем. Так, ребята, карта не перевернутая, плохо зная английский, надо поучить, но мне кажется, что это какая-то королева, по-моему. Давайте посмотрим описание, описание. Так, 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 не то. А, вот, нужно нажать на карту. Это карта Старший Аркан, Верховная Жрица. За зеленым морем леса висит гора, по которой вьется тропинка, ведущая к самой вершине. Поднявшись наверх, вы столкнетесь с Верховной Жрицей, охраняющей вход в пещеру, где таятся великие знания. Верховная Жрица приходит, чтобы защищать и учить, а не разделять и властвовать. Она понимает, как устроена реальность, и именно это понимание, а не умение управлять темными силами, являет сущностью ее бытия. Итак, что же означает? Аркан Верховной Жрица подразумевает глубинные подсознательные силы, интуицию, внутренний голос, предчувствие, дающие твердую уверенность без логических доводов, а также терпение, умение выждать нужный момент для вмешательства и происходящей... А, для активных действий. Вам не следует активно вмешиваться в происходящий процесс. Подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решите вмешаться, необходимо ясно осознавать свои цели, иначе вы рискуете наказать сами себя. Если вас мучает какой-то вопрос, то ответ лучше поискать в себе, прислушиваясь к своему сердцу и интуиции. Возможно, есть какие-то скрытые факторы, которые из-под воль влияют на ситуацию, когда карта Папаса выпадает как итоговая, то она означает тайные, богоприятные перемены. Итак, ребята, я для себя очень многое поняла, и вот эта вот карта, она как олицетворяет у меня, это очень здорово, это говорит о том, что я делаю все правильно, то, что я иду к своей цели, и, ну, в общем-то, я так поняла, что у меня все будет замечательно, вот, и вообще это прикольно. Я подняла себе настроение, и еще у меня есть куча приложений, которые ты не видел, и я думаю, что ты хочешь их посмотреть. Если да, то обязательно поставь лайк этому видео, поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже узнали, что есть такая Ирина Есинская, которая гадает на Ютубе, на будущее, там, раскрывает тайны бытия. Мне это просто так интересно, если тебе тоже подписывайся на мой канал, ну, а я, как обычно, буду очень сильно скучать по вам, и я вас всех обожаю! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok